Предложение. Предложение. Надо собираться. Надо говорить. Но не работать я не могу. Я говорю за себя. И не буду врать никому. Девушка вышла, сказала слово. Я говорю, предложение какое? Я не буду платить Платону. И не буду платить его, потому что я не согласен с этим. Тройной врок транспортный платить я не хочу. Я не хочу платить акции. Я не хочу платить этот Платон, потому что неизвестно за что. Я еду по бездорожью на Якутию, я хожу туда. Я езжу на своем гамазике стареньком. Хожу туда. Какая там Платон, какая там дорога. Извините меня. За день проезжаю 250 километров. Зацепят, ползу за свой счет. Федеральная трасса Усть-Кут-Витин. Какая федеральная трасса. Извините меня. А я платить. Вот. И о чем говорить. По поводу тахометра. Я поставил один тахометр. Тахометр. Вернин. Поставил второй. Смысл. Извините. Все недействительно. Почему? У меня стоит европейского качества. Концвета Гокрова. Я должен, значит, его заменить сейчас за какой-то российский, который нигде не работает. Зачем я должен переоборудовать? Почему у человека стоит, официально в эвике стоит заводской, он недействительно признали? Во всей роде работает у нас, не работает. Что такое? Вот о чем рейс надо вести. А не о том, что, значит, мы сейчас будем не работать. Может быть, кто-то и готов есть сбережения не работать. Хорошо. А есть водители. У кого пять машин и больше? Что водителям сказать? Что водителям сказать? Что их семьям сказать? Что, извините меня, постую. Не у всех есть сбережения. А все у работодателя, надеясь на то, что ему предоставят зарплату, работу, взяли кредиты и надеются на человека, который ему обеспечит работать. А завтра он не сможет платить зарплату, потому что он бастует. Не водитель бастует, а бастует предприниматель. Я готов выходить, литинговать и оставлю свои координаты. Оставлю все. Но, грубо говоря, я самый водитель и сам за рулем. И я не могу сидеть и платить зарплату. Не надо работать. Я врать не буду никому. Спасибо.